А территориальная избирательная комиссия города Лабытанги сегодня подвела итоги конкурса на лучшего знатока избирательного права. Кроме того, определены победители конкурса семейного сочинения «Жили-были» или «Письмо нашей семьи депутату». Традиционно в феврале проводятся мероприятия, приуроченные к так называемому Дню молодого избирателя. Впрочем, участие в них принимают не только молодые по возрасту, но и молодые душой, от возраста независимо. Активных избирателей у нас много. Многие приняли участие в конкурсах, которые проводила территориальная избирательная комиссия. И вот пришло время раздачи слонов, то есть велосипедов. Сегодня мы собрались представительно, потому что мы проводили два значимых, на мой взгляд, конкурса общегородских. Первый конкурс – это конкурс семейного сочинения «Жили-были» или «Письмо моей семьи депутатов». И второй конкурс, ну я бы сказала так, конкурс на лучшего знатока избирательного права, который проходил в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Мы подчеркнули, вот лично я подчеркнула массу интересного из тех шедевров сочинений, которые я прочла. Семейные сочинения написаны в стилистике великого мультика «Трое из Простоквашина», где за мальчика велосипеды давали, а мальчик вместе с Шариком и Матроскиным писал письмо родителям. Получилось интересно прямо до обморока. В этом конкурсе победу одержала семья Шаталовых. Диплом первой степени получила ученица восьмой школы Шаталова Екатерина. Я очень рада, потому что это сочинение у всех членов жюри набрало 25 из 25 возможных. В сочинениях были вопросы депутатам, обозначение городских проблем и одобрение происходящих в городе перемен к лучшему, предложения и пожелания. Мы хотели, чтобы построили какой-нибудь новый, может быть, кинотеатр, какое-нибудь место там, где можно было отдохнуть, побыть вместе со своей семьей, в кругу друзей. Карина, а Ваша честь? Что и мы в этом сочинении написали. Мы хотели показать, что не только у нас есть какие-то нюансы в городе, но и что у нас в городе все-таки еще и хорошие есть черты, что благоустраивается, многое создается для города, для народа. В этом сочинении мы все указали, написали. Тот или иной велосипед в форме дипломов, благодарственных писем, поощрительных призов и подарков получили абсолютно все участники, члены их семей и учителя, побудившие школьников принять участие в этом конкурсе. Победителем второго конкурса название лучшего знатока избирательного права, это конкурс для вполне уже состоявшихся избирателей, стала Ирина Чередниченко. Она приняла участие абсолютно во всех этапах этого конкурса и со стопроцентным результатом. Все ее ответы были правильными и обоснованными. Избирательное право в принципе должен знать каждый гражданин нашей страны. Нужно развивать электоральную культуру, которая прежде всего связана и с политической культурой. В электоральной культуре самое главное приобщать молодежь нашего города, что вот в последнее время очень хорошо делается. Также то, что каждый избиратель, каждый гражданин должен быть компетентен и понимать, что благодаря его голосу, собственно говоря, и мы выбираем органы власти, тех или иных депутатов и мы добиваемся того, чего хотим. Оставшиеся велосипеды были разыграны между другими участниками конкурса. Хватило всем и фотография на память. Игорь Борисов, Эдуард Захаров, программа «Время местное».